Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем в первом томе, по шестой и девятой открытым охам, мои занятия. И сейчас сохранилась, которую я на радио вел, три радиопрограммы регулярно. Одна была онлайн, часовая. Это вообще удивительно. Ну и вот сохранилась одна запись, мне там со студии дали. Свобода. Радио Роса представляет авторскую программу душеполезной беседы. Это женский голос говорит, там диктор. У микрофона автор и ведущий Лапкин Игнатий Тихонович, православный проповедник. Вот пожалуйста. Мир вам. Сегодня, как и всегда в это же время, в 9.20 в понедельник, мы поговорим, что касается нашей бессмертной души. Сегодняшняя тема беседы и рассуждений будет о свободе. Что означает свобода в божьевском плане? Что об этом говорит святая книга Библия? И как нужно достичь настоящей, подлинной, немнимой свободы? У кого есть Библия, можете читать с первой книги бытия о том, как Бог сотворил человека по образу и подобию Божию. Что означает по образу и подобию? Во-первых, Бог вечен, таким же сотворил и человека. Человек не умирает, смерти нет, есть только переход из одного состояния в другое. Когда оканчиваются жизненные силы, тело, этой оболочки в нашей души. Второе. Человек награжден творческой энергией, изобретательностью, и человек имеет свободу. Человек имеет право выбора, встать налево на погибель или направо на спасение. Бог предлагает человеку благословение и проклятие, жизнь и смерть, воду и огонь. И добавляет, зачем вам умирать, неразумные? Изберите добро, ведь в мире все надвое, есть свет, есть и тьма. Некоторые люди пришли к Богу через признание различных бесовских наук. Читали соники, иные занимались колдовскими науками, есть черная и белая магия. И говорят, что стали задумываться, что если есть такая сила, как описывается в житии Киприана Карфагенского. Есть, значит, и что-то другое. Есть мир и антимир. Все в мире стоит одно напротив другого. И человек никогда нейтральным не был и не может быть. Человек зависит от тяготения земли и от своего положения. Человек несвободен родиться, кем он хочет. Бывает бедный и богатый, здоровый и больной. И во всяком положении Бог дает человеку выбор божественной свободы. Мы читаем об этом в послании к Галатам. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Чтобы эта свобода не послужила поводом к распутству. Апостол Павел говорит об этом так. Господь есть дух, а где дух Господень, там свобода. И там человек находит Христа. Профессор Владимир Филимонович Марцинковский, которого неоднократно арестовывали. Это начало после 17-го года гонений на верующих. Однажды сказал просто классическое выражение. Со Христом и в тюрьме свобода, а без Христа и на свободе тюрьма. Если человек верит в Бога, он верит, что это допущено Богом. Есть такой акафист, хвалебная песнь Пресвятой Троицы, написанная священником Георгием Григорием Петровым, незадолго до расстрела в страшных сталинско-беревских лагерях. Там начинается прославление Бога за рождение ребенка, каким был беспомощным и как ты меня произвел на свет. Человек хвалит Бога и за утреннюю росу, и за закат солнца, за гениальность человеческого ума, за художественные всплески. Славит его за всем, что видит, за свежесть ягод, за друзей, и за близких, и за родных. Многие, находясь на свободе, никогда не оценят дар, который есть у них. Почему заключенных в камерах очень часто пишут и рисуют колючую проволоку? Свободу может оценить только тот, кто потерял ее. Так пишут и колючей проволокой окружают. Это я говорю не по-написному, просто перед микрофоном сижу и говорю. Свободу оценить теперь, потому что ее уже нет. Когда человек выходит из заключения, то говорит, что хочется каждое дерево потрогать, не говоря о родных. Представьте, внезапно оторванный от ствола, от жизни расточек. И если дадут свидание, и только через несколько стекол, да посреди еще сидит охранник. Человек ловит вздох, и по этому хриплому телефону нет свободы. Несвободный человек ничего великого сотворить не может. Соломопевец Давид в Соломе 65 говорит, «Посадил человека на главу нашу. Мы вошли в агонию в воду, и ты вывел нас на свободу». Человек, сотворенный Богом, наделен этим великим даром выбора. То есть Бог дал волю, и этой воле ты можешь распорядиться сам. И как ты этим воспользуешься, этому нужно учить человека. Говорят, вот дети родились, и они, как ангелы, дети все святые. Священное Писание так не учат. То есть это я говорю на радиостанции, и вот посмотрите, сколько ссылок из Священного Писания, говорю, Библию называют. Ну вот это вот, я не кончал никаких семинарий, там сама душа моя подсказывает. Ну, то есть никакие миссионерские, цензорские отделы этому не научат. Это внутреннее соединение с Богом. Вот эти места Писания я цитировал, их удивляло всегда, что я всегда делал на память. На память. У меня ничего нет, я приходил с голыми руками. Дальше. «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». И Евговорит, «Кто родится чистым от нечистого?» «Не один». Первое коринфянам. «Ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если одна половина верующая и несет ребенка пока крещению, то есть муж или жена, тогда дети святы омываются в крещении от непервородного греха. Иначе дети ваши были бы нечисты». «Нечисты?» «Нечисты». «Чего родят эти нечисты?» «Не знаю». «Ребенок родится не святым, но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. У человека нужно учить всему, что окружает его. И более всего правильный выбор сделать. Человека нужно учить пользоваться свободой. Все наши люди настолько привыкают к несвободе, как пишет Некрасов. «Есть сущие псы иногда. Чем им сильнее наказание, тем им милее господа». Может, не дословно так, но... Сегодня многие желают диктаторской власти, чтобы прекратилось это беззаконие, разгул преступности. Можем сказать так. Попытка воспользоваться свободой, которую дали человеку, была утеряна. И вполне возможно, что Господь повторит нам этот урок, который терпели 73 ужасных года. По подсчетам Александра Исаевича Солженицына, а он опирается на статистику ученых, в архипелаге ГУЛАГе мы потеряли 66 миллионов насильственно оборванных жизней. Больше свободы никогда мир не знал. Ни в печати, ни в мысли, ни в разговоре. Все были связаны в тоталитарной системе, этим страшным режимом. Иногда человек бывает верующий, познал свободу во Христе, ходил, молился, но стал отступником. Я в своей жизни еще ни разу не встречал людей, которые бы отступили от Бога, вышли бы из церкви и стали бы нравственно лучше. Ни один из них не может удержаться на прежней ступени, потому что делающий грех, есть раб греха. Не потому что, я так высоко ставлю, даже вот из нашей общины люди были, сколько ушли, ни одного еще не было, чтобы он духовно стал развиваться, выше, нет, он опускается, деградирует. Совершенно никаким делается, при том все до одного. Евреям, ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, а опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Ему. Вот человек курит, он осознает, что это вредно, и он понимает, что 12 лет жизни у него оборвано, и последние лет 10 будет кашлять и заражать других. Говоришь, можешь ли бросить? Могу. А почему же не бросишь? Не могу. Значит, раб греха остается рабом, ибо дьявол пленяет навсегда. Сделавший грех, есть раб греха. И вы будете свободны, если Сын вас освободит, то есть Иисус Христос. Воззови ко мне, говорит Он, и я услышу тебя. Я протяну тебе мою пронзенную длань. Понимаете, это радио, государственное радио, и люди слышали о Христе, сколько пришло ко Христу. Сегодня в городскую думу в Москве патриарха допускает, и он вообще об этом не говорит, ни одного слова. Как это так? А у него грамоты, я не знаю, в тысячу раз больше моей грамоты. Это и доктор наук там, и этих медиа, каких только нет у него. Вообще ничего не надо, надо верить и молиться, и Бог все это открывает. У апостола Петра не было грамоты никакой, у Иоанна не было рыбаки. А какие слова они сказали? Какие откровения получили? Никакие миссионерские отделы, которые патриархи, человека к Богу не приводят. Это как будто бы специально сатана придумал что-то сделать людей жестокими, коварными, мстительными. Они этого не видят. У них совершенно как будто бы операция мозгов проходит. Одной тьмой заложена черная заноза превозношения. Переходи к нам. Куда? Ты разберись, где ты находишься сначала. Дальше. Христос спасает. Когда ты сам познал истинную свободу во Христе, радость свободного поступка, тогда отпусти пленных на свободу и угнетенных не держи пленными в сердце. Прости каждому. Если бы мы знали, что как мы поступаем с ближним, так будут поступать с нами дети. Если ты поступил несправедливо со своими родителями, то отомстится в детях. Обстановка в семьях сегодня изменилась бы. Входящая в дом сноха... Сноха. 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 Разницы нету. Есть сноха, это сноха. А сноха, это такого слова даже нет в русском языке. Дальше. Сноха или зять должны почитать тесть или свекра. Так же, как и своих родителей. Такую свободу Бог дал. Хотя кажется, что тут не свобода. Что молодые должны подчиняться неразумным и старым людям. А это и есть свобода в подчинении закону Божию. Свобода это не произвол. О свободе нужно учить с малых ногтей человека. Очень большой популярностью в народе были вот эти вот проповеди. Сколько было звонков, люди приходили в церковь. А я их посылал в храмы Московской Патриархии. И все говорили. Вот мы пришли по радио, слушали, выступает такой-то, ну моя фамилия называется. А священники сказали, что вы? Да это такой еретик, там нельзя, там. То есть они против. Так это он нам сказал приходить. Но он сказал, это надо послушаться. Хорошо, стойте, покупайте свечки. Все одинаково везде ведут. Ну что я должен теперь соглашаться, что Дух Святой так делает? Дальше. Я отвечал им, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей на лицо и получит свободу защищаться против обвинения. Сегодня мы имеем эту свободу иметь адвоката, защитника. Прошлые годы этого не было. Как пик всему этому, 37-й год, тройка чрезвычайная и пошли считать подвалы Лубянки. Бог отнял свободу, потому что мы ее не оценили. Если мы сегодняшнюю свободу не оценим, какую имеем, а ею нужно сказать, многие не воспользовались, и вместо движения вверх многих потянуло в подвалы, в различные темные места смотреть разврат, насилие, то Бог заберет ее, как не нужно для таких неразумных людей. Чему научили детей эти фильмы? Тайны тогда показывали в подвалах. Яков. Но кто вникает в закон совершенно... Вникнет. А, ну кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Видите, я читал, это не то, что ты считаешь-то, и поэтому тут я немножко сейчас прочитаю, покажу. На людей действовала интонация. Мне один, я говорю, позвонил и говорит, я 30 лет проработал на радио, на телевидении, говорит, но такого не слышал, как это, очень похвально сказал. Конечно, это приятно слышать, но я этому не учился нигде, еще раз говорю, нигде. Я просто живу этим. И в этом законе свободы мы должны стоять. Закон, дарован Иисусом Христом, верующим в Него, которого веровали и приняли святое крещение, получили имя христианина. И дальше, читай. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Сам он о себе говорит, есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня, римлянам. И открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашим. Истинная свобода только там, где царствует Христос. А речь идет о свободе, тема свобода. Если человек отступает от Бога, то дьявол берет семь злейших демонов и вселяется в человека, ибо находит место незанятым. И последнее для человека бывает хуже первого. Когда потеряла свободу душа, она влачет в цепи греха, рабства. Иногда эта беда постигает целую нацию, как об этом писала Анна Павловна Барыкова свыше 120 лет назад. Это перевод из Виктора Гюгол. Бывают времена постыдного разврата, победы дерзкой зла над правдой и добром. Все чистое молчит, как будто бы объято тупым тяжелым сном. Представьте себе, сразу новое имя для них Барыкова. Сколько лет назад, перевод из Виктора Гюгол, такие насыщенные были передачи. Это Бог все давал делать, но стихотворение это все наизусть знал. Вовсюду торжество жрецов тельца золотого. Ликуют баловни бессмысленной судьбы, ликуют образа лишенного... Жизнь стала оргий, в душонках низких, грязных, чувств человеческих ничто не шевелит. Пируют, пляшут, пьют. Все пошло, безобразно, а совесть крепко спит. Нахальный хохот, крик, нелепые опьянения. Все речи честные, все мысли заглушил. Бойцы за истину лежат, полны презрения, на дне сырых могил. Такие времена позорные, не вечны. Проходит ночь, встает заря на небесах. Толпа ночных гуляк, ты скроешься, конечно, при солнечных лучах. Толпа ночных гуляк, ты скроешься, конечно, при солнечных лучах. Светлый луч из солнца, правда, как об этом читаем. Псалом 83. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности, Он не лишает благ. Если человек не освящен благодатью Духа Святого, он бредет не зная куда и влечет за собой других. И никогда на русской территории не было такого в наплыве различных сект, сатанинских учений. Сегодня делят людей не по политическим признакам и расовым, но по религиозным. В русской человек практически всегда был монолитным, единым в православной вере. Пророк Ездра говорит, ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон его и оставили пути его. То есть можно Бога принимать или не принимать. Люди избрали одну, не верить в него. Презрели свободу, когда еще право имели. Право распорядиться самим собой, пишет Ездра. Но это только в этой жизни. Когда читаем о наказании человека после смерти, то Хозяин, то есть Господь, говорит, свяжите грешника по рукам и ногам и бросьте во тьму внешнюю. Руками здесь названо прекращение деятельности. И ничего ты уже не сделаешь и не подашь милостынь. Ногами означает, говорит великий Златоуст, что никогда ты не можешь пойти, навестить больного, близкого. Где не можешь оказать дело милосердия. Все это делается только при жизни, пока ты еще имеешь свободу движения. Человек, ничем не занятый, говорит Мартин Лютер, считает, что он свободен. Но не занятая душа Христом, это хорошая кузница сатаны. Если человек ничем совершенно не занят, пусть он себя не обманывает. В это время в голове бродят мысли, отголоски разных разговоров. Отголоски разных разговоров. Кого-то судят. Вот почему из заповеданно непрестанно творить Иисусову молитву. Страшное дело потерять свободу. Но вот мы считаем в житиях святых, и при том не однажды. Я назову лишь нескольких святых, которые сами себя продали в плен, чтобы спасти кого-то. Отдавались в тяжкие работы, в рабство, чтобы помочь, как это было со святым павлином, выкупить из плена сына одной вдовы. Сегодня много таких павлинов, которые стремятся подать себя в лучшем виде, заботятся только о себе. Они широко распространили о себе мнение, что они единственные, кто спасет Россию. Но готовы ли они чем-то пожертвовать, спросим их. Как это цветой, память его, 23 января. Или нам действительно нужны только такие гоголи, которые бы нас не трогали? 31 августа Киприан, 12 января Петр Афонский. Вот один из особо известных святых, который угодил тому, кто пленил его. И выходя из плена, вывел всех до единого пленных, выпросил себе. Мы читаем об этом в житии о Макарии Желтоводском. Хан отпустил его из плена и сказал, проси, чего хочешь. И он выпросил 400 пленных русских. Тогда тоже выкупали, как пленного Рудского. 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 В свое время, но многих не сумели найти. Летчик был такой, а потом стал губернатором. Слово Божие говорит, что временная свобода – это величайший дар, который Бог дал тебе. И этим ты можешь пожертвовать ради ближнего, а отдать даже драгоценнейшую свободу. Многие безбожники говорят, мы свободны и мы никому не обязаны. На это апостол Павел говорит римлянам. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности. Вот это всем изыщникам, а вот это место и считать надо. То есть, хотели бы вы творить доброе, да не можете. Вот, проверьте самих себя и своих близких неверующих. Я говорю пока о мужчинах. Много ли вы найдете тех, кто не сквернословил бы, не матерился? А Слово Божие говорит левитам. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою злословил. Кровь его на нем. Прищик. Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы. Иезекииль. Че очень ясно произносить слова, чтоб слышно было. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Значит, можешь считать. Давай. Матерное слово есть богохульство, и матерное слово влечет человека в ад. А ведь у нас буквально все заражено этим. Иной торгует на базаре в тюбетейке, и два слова не скажут по-русски, но чисто скажут по-матушке. И причина одна, как пишет Горький. Нет ничего святее матери. Как в восточной мудрости говорится, что хотя бы ты на огне пригоршни приготовил для матери обед, и ты тогда должен... Перед ней. Перед ней. Серахов. Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай о родильных болезней матери твоей. Итак, имя самое святое на Руси поносится. Невозможно сказать как. А если человек нагрешил, то возможно ли ему прощение? Вот слово поносится не звучит у тебя. На Руси поносится. Прямо дари на него. Итак, имя самое святое на Руси поносится. Невозможно сказать как. А если человек нагрешил, то возможно ли ему прощение? Хотя Писание и говорит, что человек проклят, но доколе ты жив, не падай духом Нил Синайский говорит, согрешить дело человеческое, но отчаиваться, дескать, все пропал Все пропал, ну как тут без выражения Считаем снова, смотри, Нил Синайский говорит так, я же по радио говорю-то, согрешить дело человеческое Но отчаиваться, дескать, все пропал, не спастись Это дело сатанинское, почему люди-то это принимали Ты читаешь так, как будто бы нитку одну тянешь, ни одного узелка нет Уверуй во Христа Господа нашего, что Христос из-за тебя продлевал причистую кровь И скажи, я хулил имя матери, я воровал, я блудил Господи, Господи, не перечисли всех грехов моих Прости меня, обмой меня кровью твоей причистой И уверовав во Христа, прими правильное крещение, то есть в троекратное полное погружение Мы постоянно об этом говорим, потому что за последние 50 лет, может быть, никто не был в Барнауле крещен правильно По православной вере, а только так, на скорую руку, мокрой в ладошке по голове, гладили Крещение это прообраз смерти Вот интересно, народ-то пошел волнами к священнику И однажды крестный ход был, а тут, как епископа-то не было, а благочинный Войтович, отец Николай Павлович И он из крестного хода, вокруг храма ходили А я в стороне стоял у магазина Он ко мне туда сунулся Игнать, до каких пор вы будете нашу мать-церковь поносить? Я говорю, отец Николай, что такое? Да вы же говорите, что неправильно крещеные Да кто бы знал, если бы вы про это не говорили Действительно так Моя вина в том, что я каноны сделал известными Мать-церковь А вы-то, разбойники, мать-церковь-то заголили Оголили-то ее, людей-то нету в церкви А человек-то один листик Ты не пришел в храм, Златоус говорит, ты оголил мать Церковь-то она из людей состоит-то И написано, говорит, что хам смеялся А вот если бы покрыл отца, он не покрыл его Не раздевал А ты не был в храме, ты раздел мать-церковь Почему тебя не было? Церковь-то голая, никого в храме-то нету Дальше Ривлянам, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Пишет апостол Павел А если смерть, то человек должен скрыться в воде Давая обещание служить Богу доброй совестью И сказать, избирая Бога, одного Бога Иные свободны от совести Тогда что же у них остается? Без стыдства За деньги в киосках скорченные стоят на обозрении И правители могли бы прекратить это В прошлое время полагали какой-то предел Какие-то горкомы, райкомы партии за этим смотрели Но сегодня дали свободу и человек так дурно ей воспользовался На самых низменных страстях развращает молодежь А чем все это откликнется? Никакой не свободы Сколько еще будет насилия? И у меня сразу звонят коммуисты Наконец-то хоть один человек о коммунистах сказал хорошо Я говорю, да я что сказал-то? Что смотрели за нравственностью эту коммунисты-то? Бог дал свободу Свобода, можешь болеть, а можешь лечиться И только два врача, поликлиника и священник А люди пошли на телесиансы Смотреть на тех, которых сегодня и найти не могут Психиатры сегодня встретились с такими болезнями Которые встелили в них телебесы Что не знают, что с ними делать И по сегодняшний день еще пытаются руками махать Больницы переполнены буквально в коридорах Приходится койки ставить А священники говорили Церковь православная не молчала Что те, кто лечился Смотрел на этих экстрасенсов Отлучают от церкви на пять лет И когда заболели Ну и получили эту эпитемию Не плакали, а первым делом решили причаститься И то грех этот еще более усугубили Главное причаститься А их нельзя было допускать Если кто сам занимался этим Тот отлучается на 18 лет от церкви Того, кто занимается экстрасенсорикой Колдовством Даже в комнату нельзя к себе запускать Иначе на два года за это отлучение Это не является нетерпимостью А спасением человека Ведь изолируешь же за разного Того, кто несет себе бацилл и чумы А эта чума как раз и пришла в Россию Мы говорили, что через пять лет Примерно после всех этих сеансов В России будет всеобщий психоз Как было в 1933 году в Германии Никто почти не прислушался А сегодня мы практически уже видим Неуправляемость молодежи Тюрьмы забиты Дети бегут из дому Так где же выход? Господи, как дурно мы воспользовались Этой свободой Мы столько просили Тебя Даруй нам свободу А равенства не было и не будет Бог не обещал равенства Неравенство всегда на земле будет Но свободу Бог дал Что же делать? Только покаяние Если сын вас освободит То истинно свободны будете Сегодня некоторым хотелось бы Чтобы запретили всем сектантам из Америки Всем еретикам проповедовать А чтобы дали приоритет только православной церкви Но когда при Константине Великом Так же православные обратились к нему Запрети Ариан Он сказал нет Бог дал свободу И потому устраивайте диспуты Решайте Какая вера более верная Так что сегодняшнее законодательство О религиозных культах Необходимо сохранить И наши сектанты звонят Наконец-то за нас заступились А я еще заступился-то Пусть проповедует каждый А православная церковь пусть не спит Пусть трудится Взять тех же американцев Из какой дали они приехали Сколько книг понавезли Многое они не знают как должно Но вот здесь-то как Раз и время потрудиться с ними Они свои семьи оставили Они стараются принести Слово Божие Правильно или неправильно Это вопрос уже другой Но сколько в этом самоотвержения А мы рядом здесь Свои же священники Бывает что за богослужением Несколько священников сразу служат И ни одной проповеди То есть свободу Бог дал Ты же правильно ей воспользуйся И получишь добрые плоды Свободу обещанную Богом Нужно понимать только так Как поясняет нам сам Господь Первоезры И вот по малому времени Даровано нам помилование От Господа Бога нашего И Он оставил у нас Несколько уцелевших И дал нам утвердиться На месте святыни Его И просветил глаза наши Бог наш И дал нам ожить Немного в рабстве нашем Видите как Первая езда Да сегодня разве будут Это священники Говорить перед микрофоном Да вообще нет Какие бы ни были Тяжелые времена В прошлом И не менее Быть может Для некоторых И сейчас тяжелые Трудные в экономическом плане Но свобода есть Свобода избрать лучшее Те же кто В использовании этой свободы Могут сказать Что Христос Вывел их из этого плена Служения греху И апостол Павел говорит Первой коринфянам Берегитесь однако же Чтобы эта свобода ваша Не послужила Соблазном для немощных Если кто-то Соблазняется То нужно Посмотреть на эту Немощную совесть Бог избирает нас И предупреждает Где может быть Полное свободно Это только там Где Дух Божий А Дух Божий где И на кого он исходит На того Кто принимает крещение И кто принимает Святое помазание Святое помазание Духом Святым Господь дает нам Самое свободное слово Слово Евангелия И в этом Свободном слове Мы находим Что Господь Сохраняет за человеком Права выбора Как об этом пишет Константин Сергеевич Аксаков Стихотворение Называется Свободное слово Видите как Ты чудо Из божьих чудес Ты мысли Светильник И пламя Ты луч нам На землю С небес Ты нам Человечество Знамя Ты гонишь Невежество Ложь Ты Той вечную Жизнью Жизнью Иного Ты к свету Ты к правде Ведешь Свободное слово Свободное слово Ну маленько Дай экспрессии О слово Дар Бога Святой Кто слово Дар божеский Свяжет Тот Пусть человеку Иной Пусть Раб Преступный Ухажет Считай На козни На вредную речь Тебе ж Исцеление Готово От духа Единственный меч Свободное слово 1849 год Можно напомнить Сколько существует Видов Несвобод Чтобы человек Пока еще Имеет свободу Ценил ее Понимал Это я говорю На тему О свободе Один из самых Сладких видов Рабство считается Как говорили Древние греки Узы Гиминея Это бракосочетание Есть такая книга Избранные произведения Яна Амоса Каменского Которого называют Отцом мировой педагогики И там есть Великая дидактика Ярмарка суеты Где говорится о том Что когда человек Женится То есть Теряет свободу То на руках И у мужчины И у женщины Запаиваются Заклеиваются узы Раньше люди Придерживались Тех правил Которые были Даны в Евангелии Человек Не имел права Разойтись Почему и в песнях Поется Словно пташечка Свободная была На свою беду Тебя и повстречала И вот Златоуст говорит Что ты была Свободная Доколе не была Замужем Но как только Вышла замуж То превратись В камень Условия такие Что отныне муж Будет главой ее И самое ценное В жене Будет молчание Свобода Полностью потеряна Тело движется Только туда Куда скажет голова И муж Связан И уже не распоряжается Своим телом Ни дома Ни в командировке Ни на даче Когда нет жены Тело его Принадлежит Его жене Муж Не властен Над своим телом А раз не властен Значит не свободен Свобода там Где человек Свободен Выборить действий Какие еще Бывают виды Несвободы Человек Говорит Я хотел бы Бросить курить Да не могу Рабство Табаку Хотел бы Не сквернословить Да ничего Не получается Как говорила Марина Светаева Матерная брань Совершенно Подавила язык Человеческий Антон Павлович Чехов Повторял Бранное слово Это низость И убожество души А Маяковский Говорил Пусть с фронта борьбы Поступают сводки Что вышли победителями Из боя злого Не выпито Ни единого стакана водки Не сказано Ни единого бранного слова Понимаешь Вот как пишет лесенкой Почитаем Пусть с фронта борьбы Поступают сводки Что вышли победителями Из боя злого Не выпито Ни единого стакана водки Не сказано Ни единого бранного Из этого боя вышли победителями только христиане. Если кто не согласен с этим, я хотел бы найти этих людей. В действительности же существует еще более тяжкое рабство, потеря свободы духа. Когда журналист, писатель пишет не то, что хотел бы, но как бы внутри себя имеет цензора и знает, что это не пропустят. Выше всего над этим, как бы контрольной часовой над свободой, должна всегда стоять совесть. Совесть должна сказать, как правильно пользоваться свободой. Я хочу напомнить о самой главной несвободе, в которой пребывает много лет великая молчальница, великая пленница православная церковь. Начиная с 1927 года, после выхода декларации митрополита Сергия Строгородского, церковь пошла на Кандаккардат, вынужденная после страшных потерь, после разрушения храмов, якобы для того, чтобы сохранить структуру церковную. Да, это главная структура, а не без этого жить. Не о Христе речь идет. Разрешили мирским властям ставить, кого они хотят. И вот с тех пор у нас в православной церкви из 719 правил заповедей, регламентирующих жизнь церкви, 413 ежедневно, постоянно, целенаправленно, умышленно нарушаются. То есть 57%. Какая же здесь свобода? Где же здесь выход? Те, кто пошел на соединение с властью, начиная с архиерея и до патриарха, должны выйти перед народом, перед Богом, после трехдневного поста и сказать, желаем свободы, мы раскаиваемся в прежнем сотрудничестве с мирскими властями. Вот это так сильно осталось. И об этом необходимо молиться всем. Но ведь закон дан для преступников, а не для свободных. Если закон дан для них, то мы должны себя в их число и поставить. Я сегодня преступник, и из-за меня нет пробуждения в стране, нет пробуждения в церкви. Нет. Время настолько ограничено, что не позволяет здесь сказать все. Истинная свобода там, где Дух Господень, где есть истинное крещение. Мы к этой теме будем все время возвращаться. Здесь крещение – рождение новой души. После крещения человек заново выходит, освобожден от грехов, в свободе Духа. Тогда он не будет в рабстве у греха. А для этого необходимо покаяться и иметь трехкратное полное погружение. Более подробно об этом можно узнать на наших занятиях, которые проходят в Техническом университете имени Ползунова. Почти напротив ЦУМа. Вход от переговорного пункта. Каждый вторник и пятницу в шесть часов вечера. 412 аудитория. Вход свободный, бесплатный. Или сейчас можете позвонить по телефону, задать вопрос. Хотя бы на одну минуту. Телефон. Ну дальше, дальше. 24-38-46. Это мой сегодняшний телефон. А тут был второй. Ибо многие сегодня обещают свободу будущих самеробытлений. Если смертный человек говорит о свободе, можем над этим только посмеяться. Свобода там, где воскресение из мертвых. То есть во Христе, которому вечная слава во веки веков. Аминь. Ну кто прослушал, скажите, по тексту слышится, что я нахожусь в мирской организации, говорю и лишнее скажу, меня больше не допустят. Видно какая-то скованность в речи? Нет, не видно. Такой, какой вот я есть, так и всегда говорю. Почему? И Бог дает свободу. А кто это отнял? Я сказал, епископ местный, тогда был Антоний, с властями, любыми путями, сделайте, чтобы Игнатий вошел в московскую патриархию. Меня вызвали и сказали, иначе мы вам откажем их здесь говорить. Я говорю, я не могу это сделать пока. Это нельзя сделать, мы приняем свободу. И который сделал Гринько Илья Николаевич. Илья Николаевич, это отец Владимира Ильича Ленина был. И месяц не прошел, и его оттуда выгнали. Еще проходит какое-то время, радиостанцию закрыли. Вот и все. Она может не держаться, потому что там звучало живое Слово Божие. Все на этом. Можешь закончить. Посмотри. Это полностью.